Есть классические вещи, которые пошли исходя из того, что есть так называемые переговоры вин-вин, выиграл-выиграл, но оказалось, что они не очень рабочие, потому что мы стараемся развить светлую сторону человека, а есть еще и теневая сторона человека. И как показал опыт создания моими коллегами боевого НЛП и наш опыт создания так называемой боевой технологической риторики, боевой модели переговоров, которые опираются, как если бы, на не экологичные конструкции, то возникает интересный феномен. Когда ты повышаешь человека в теневую сторону архетипа, то многие моменты, многие модели, которые раньше были непонятные, вдруг становятся работать немножко по-другому. О чем идет речь? Например, мы изучали так называемую волшебную шизофрению, то, чем занимался Грегори Бейтсон, известный антрополог, так называемый даблбайн, и выяснилось, что оказывается самый простой вариант, кто встраивает в первую очередь шизофрению. Это наша мама с папой. Сам простой вариант, классический пример, мама приходит в магазин и говорит, сыночек, выбери себе любую маечку. Сыночек берет, выбирает красненькую, например. Мама говорит, молодец, сыночек, а что беленькая тебе не понравилась? Сыночек одевает беленькую, а значит красненькая все-таки была плохая. Сыночек одевает красненькую и беленькую, и вдруг возникает ситуация такое, что мама ему говорит, я тебя так люблю, а ты над мамой издеваешься. То есть цель поставлена, она по какой-то цели недостижима. Самый классический пример, который мы слышим по телефону, такой двойной шизофреногенной связки, ваш звонок очень важен для вас. Подождите 45 минут, вы 23 на очередь. Я обычно сразу кладу трубку, потому что как человек, который занимается детекцией лжи, я точно могу сказать, мой звонок для этой организации не важен никак. Вот, если вы не отслеживаете эти вещи, то как бы дальше возникают интересные паттерны. Вы начинаете ходить в этой коммуникации, которая носит бессмысленный, бессистемный, разрушительный характер.